ФАТИМА 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 Али рассказывает, Он так крепко любил ее, что каждый раз, когда он видел ее, он вставал, целовал ее в лоб и усаживал ее на свое место. Всякий раз, возвращаясь из путешествия, он первым делом направлялся в мечеть, чтобы совершить два рака'ата молитвы, а затем шел в дом Фатимы поприветствовать ее и только потом шел к своим женам. Помимо того, что она считается предводительницей всех женщин рая, она произвела на свет и самых почтенных мужей рая, сыновей Аль-Хасана и Аль-Хусейна. Вот вам Фатима, дочь пророка Мухаммада да благословит его Аллах и приветствует. Однажды, во времена раннего становления ислама, пророк да благословит его Аллах и приветствует, совершал молитву перед Каабой. В то время, как Абу Джагль, находясь в компании с Укбай бин Муайтам и Шейбай, бросил вызов тому, кто бы осмелился принести верблюжьи потроха вместе со скверными нечистотами и сбросить их на его спину с тем, чтобы унизить его. Тот самый Абу Джагль, который своей ногой давил на шею молящегося пророка да благословит его Аллах и приветствует, тот самый, который уже забрасывал пророка да благословит его Аллах и приветствует грязью, а тут он захотел унизить его еще больше. И тогда Укба ибн Абимуайт вызвался добровольцем. Он собрал всю нечисть, внутренности верблюда с потрохами и их скверным содержимым и вывалил все на спину пророка да благословит его Аллах и приветствует, пока тот находился в земном поклоне. Под тяжестью всей этой массы спина пророка да благословит его Аллах и приветствует прогнулась. Просто представьте себе переживания совсем юной девочки, еще не достигшей даже подросткового возраста, Фатемы, дочери пророка да благословит его Аллах и приветствует. Представьте себе, что все это происходит с ее отцом прямо у нее на глазах, как люди насмехаются и оскорбляют его. И вот она выходит и начинает вытирать все эти нечистоты со спины своего отца. Представьте себе горькую боль и отчаяние от столь подлого унизительного поступка. При виде всего этого она начинает плакать, да будет доволен ею Аллах. На что пророк да благословит его Аллах и приветствует, успокаивает ее. Не плачь, о дочь моя, Аллах, Свят Он и Велик, придет на помощь твоему отцу, и он непременно дарует твоему отцу победу. Это была женщина, которая твердо верила в своего отца. Она прекрасно понимала, что мир, в котором мы живем, полон трудностей и опасных испытаний. Она шла этой стезей вместе со своей матерью, Хадиджей и отцом, Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует. Стоит упомянуть, что она всегда находилась рядом с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, в трудную минуту, когда вокруг него никого не было. Когда не стала Хадиджи, да будет доволен ею Аллах, в доме были только пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и Фатима, да будет доволен ею Аллах. И, субхан Аллах, представьте себе, какая ответственность легла на ее плечи. Ей было всего лишь пять лет, когда пророку, да благословит его Аллах и приветствует, было неспослано откровение. Она, по сути, родилась и выросла в исламе. Представьте себе пророка, возвращающегося домой в опустошенном состоянии. Ведь после потери Хадиджи, да будет доволен ею Аллах, и Абу Талиба, у него никого не осталось. И она готовила для него еду, всегда спешила ему на помощь. Именно она все время была его успокоением, заняв место своей мамы. Вплоть до того, что Фатиму, да будет доволен ею Аллах, стали называть матерью своего отца. Настолько бережно она ухаживала за пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Когда мусульмане жили в Медине, Фатима, да будет доволен ею Аллах, уже подросла. И стали поступать предложения о замужестве. Но Аллахом, Святом и Велик, ей было предписано выйти замуж за Али, да будет доволен им Аллах. Они знали друг о друге и прекрасно осознавали важность положения друг друга в обществе. Али был любимцем Аллаха и любимцем его пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Согласно хадисам, нашим достоверным источникам, нам известно, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, однажды сказал Али, «Тебя любит только верующий и ненавидит только лицемер». Их детьми стали Хасан, да будет доволен им Аллах, Хусейн и Мухассин, а также Зейнаб, Умкульсум и Рукайя. Все они были детьми Али и Фатимы. Однажды посланник Аллаха, будучи облаченным в накидку, накрыл ею Али, да будет доволен им Аллах. Затем его сына Хасана, затем его другого сына Хусейна, затем свою дочь Фатиму, после чего он сомкнул края этой накидки и произнес, «Аллах, Свят Он и Велик, желает очистить вас от всякой нечисти, о ахлюль бейт, люди дома, и даровать вам полное очищение». В своем характере она переняла столько качеств от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, что одним из ее известных имен стала Аз-Загра, светлая. Все благодаря ее лицу, излучавшему свет, ее светлому лику. Мы говорим о дочери самого пророка, да благословит его Аллах и приветствует, лицо которого было сияющим, как яркая полная луна. И, Субхан Аллах, Святый Пречист Аллах, мы знаем, как Аиша, да будет доволен ею Аллах, искренне отзывалась о ней, говоря, «Среди творений Аллаха мне не встречался никто, кто бы так походил на пророка, да благословит его Аллах и приветствует, по своему красноречию, манере поведения и ведению беседы, как Фатима, да будет доволен ей Аллах». Послушайте, как она отзывалась о ней. Каждый раз, когда Фатима заходила в комнату, в которой находился пророк, да благословит его Аллах и приветствует, то пророк, да благословит его Аллах и приветствует, непременно вставал, приветствовал ее, целовал ее, брал ее за руку и усаживал рядом с собой, да благословит его Аллах и приветствует, оказывая ей высокое уважение и почтительность. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, даже говорил, что Фатима является царицей, предводителем всех женщин рая, что она не просто достигла совершенства в вере, но и возглавила всех людей, попавших в рай. Мы знаем из известного хадиса, что Фатима была частью пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Кто же еще мог сравниться с частью пророка, да благословит его Аллах и приветствует? Тот, кто вызывает ее гнев, вызывает мой гнев. Тот, кто радует ее, радует меня. Из этого мы видим, что Фатима была настолько особенной, что ее радость и гнев были напрямую связаны с радостью и гневом самого пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Аиша, да будет доволен ею Аллах, снова говорит Я не видела никого, кто был бы настолько похож в своей манере сидеть или стоять на пророка, да благословит его Аллах и приветствует больше, чем Фатима, дочь пророка, да благословит его Аллах и приветствует Я не видела никого правдивей, чем Фатима, дочь пророка, да благословит его Аллах и приветствует Она была известна своей честностью, смелостью, богобоязненностью Она была известна своей жертвенностью, своим сходством с пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Она была еще совсем юной, когда жизнь пророка, да благословит его Аллах и приветствует, подошла к концу. Это стало тяжелым моментом, как для Фатымы, так и для всех остальных. Однажды произошел следующий случай. Опять же, мы знаем это со слов Аиши, да будет доволен ею Аллах. Она повествует нам, что однажды увидела Фатыму рядом с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, когда тот был очень тяжело болен. И она увидела, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, нашептал ей что-то на ухо. Фатыма, да будет доволен ею Аллах, видит пророка, да благословит его Аллах и приветствует в этом тяжелом состоянии, в этой одежде, охваченного болезнью. Она не может сдержать слез и начинает плакать. И когда посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, тихо подзывает ее к себе и говорит ей, «Подойди сюда, послушай, что я тебе скажу». И посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, шепчет ей что-то на ухо, отчего она начинает плакать еще сильнее. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, снова подзывает ее к себе и снова шепчет ей что-то на ухо, после чего она начинает смеяться. Все вокруг удивлены. Аиша настаивает, «Расскажи мне, что же сказал тебе Пророк да благословит его Аллах и приветствует?» Поначалу она уходила от ответа, но потом все же поделилась, рассказав Аише, да будет доволен я ее Аллах. Сначала мой отец поведал мне, что он не выживет после этой болезни. После чего он подозвал меня снова и сказал, «Ты будешь первой, кто воссоединится со мной». Только подумайте, она обрадовалась своей смерти. Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, информирует нас. Никто из вас не подвержен более тяжелому испытанию, чем я. Речь идет о его смерти. В этом и есть величайшее испытание. Самое трудное испытание – это смерть пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Поскольку она явилась сильным ударом для молодой общины мусульман, что у них это никак не укладывалось в голове. Они во всем получали наставления и полагались на своего пророка, на своего предводителя, на своего любимого и дорогого, да благословит его Аллах и приветствует. Стоит только представить, как сильно переживала Фатима. Мы хорошо помним, как во времена болезни отца, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, уже был при смерти. Фатима вдруг громко воскликнула. Какие муки? И тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил. После этого дня никакие муки уже не тронут твоего отца, давая ей понять, что его уже не станет, да благословит его Аллах и приветствует. Фатима была настолько глубоко опечалена, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обратился к ней. Разве тебя не радует то, что ты являешься предводительницей всех верующих? После чего печаль Фатимы немного развеялась. Когда же его не стало, да благословит его Аллах и приветствует, она воскликнула. Я, Аббата, о Отец, твой Господь позвал тебя к себе, и ты повиновался Ему. С тех самых небес, с той самой райской обители, Джанна Тольфердаус. Она была настолько потрясена, что она предпочла быть наедине с собой, в заключении стен своей комнаты. После похорон пророка, да благословит его Аллах и приветствует, она обратилась к одному из сподвижников, Анасу. О, Анас, как ты смог сдержать себя, осознавая, что тебе предстоит своими собственными руками засыпать землей тело пророка, да благословит его Аллах и приветствует? Она говорила, ноша моя настолько тяжела, что способна обернуть дневной свет во мрак ночи. Все это указывает, насколько сильно она тосковала после кончины пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Где-то через полгода Фатима заболела. Уже сразу после кончины пророка, да благословит его Аллах и приветствует, она стала плохо себя чувствовать, испытывая постоянную боль, вызванную отсутствием отца. Мы говорим о матери еще совсем маленьких детей, о матери, которая была замужем за прекрасным мужчиной, она просто хотела быть со своим отцом, да благословит его Аллах и приветствует, в райских садах, Джанна Тольфердаус. И вот однажды она направляет свой взор к небу, улыбается и подзывает к себе Асму бинт Абу Умейс, жену Абу Бакра Ас-Сиддика, да будет доволен имя Аллах. Асма тогда еще не знала, что ей предстоит омыть тело Фатимы. Вы только вникните в эти величественные слова благороднейшей женщины. Она говорит Асме, когда ты будешь омывать меня и облачать мое тело для погребения, делай это во мраке ночи, чтобы никто не увидел моего тела. Субхан Аллах. Это была благопристойная женщина. Все восхищались ее девичьей скромности. Она была дочерью самого благородного, самого стыдливого человека, да благословит его Аллах и приветствует. Субхан Аллах. Так ее и похоронили в тишине ночи. Но Аллах, Свят Он и Велик, воссоединил ее с Отцом, да благословит его Аллах и приветствует. И она заняла свое место царице, предводительнице женщин рая. В заключении стоит, наверное, упомянуть еще два отдельных момента, поскольку существует два спорных предмета. Одним из них является случай, произошедший после кончины пророка, да благословит его Аллах и приветствует, когда Фатима подошла к халифу Абу-Бакру, да будет доволен им Аллах, и попросила у него участок земли, Фадак. На что Абу-Бакр ответил ей, «Ты же знаешь, что я не могу выдать тебе эту землю, поскольку посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Мы не оставляем после себя наследство. Вся наша земля, все наше имущество, все идет на милостыню. Мы не оставляем после себя наследство». Фатима была расстроена решением Абу-Бакра. И после этого случая не разговаривала с ним до самой своей смерти. Многие цепляются за это предание, ссылаясь на то, что Фатима была разгневана. А мы знаем, что согласно другому хадису, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Тот, кто вызывает гнев Фатимы, вызывает мой гнев, а тот, кто радует ее, радует меня». Но ведь есть и другие хадисы, которые мы почему-то не учитываем. После этого случая он пришел навестить Фатиму и Али. Он постучался в дверь, после чего Али оповестил Фатиму, что за дверью стоит Абу-Бакр. «Если ты дашь разрешение, то я позволю ему войти». Абу-Бакр зашел в дом, побеседовал с ней. И согласно достоверному преданию, мы знаем, что она оставалась довольна их разговором. Поэтому даже в голове не укладывается, что Али после всего этого мог успешно выполнять ответственную роль при правлении халифов Абу-Бакра, Умара и Усмана, зная, что Абу-Бакр вызвал гнев его жены, дочери посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И другой случай связанный с еще одной открытой клеветой, но уже в адрес Умара, касательно Фатимы, в которой говорится, что Умар якобы выбил дверь, прямо перед стоявшей за ней Фатимой, когда она вынашивала Мухассина. Кстати, мы знаем, что Мухассин родился еще при жизни пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И что якобы после этого у нее был выкидыш, после чего ребенок погиб. Вот теперь они говорят, мол, посмотрите, что наделал Умар, да будет доволен им Аллах. Вся эта история чистая ложь и клевета, которая опять же роняет авторитет самого Али. Неужели он не мог постоять за свою жену, позволив кому-то убить своего сына? Все это гнусные обвинения и клевета в его адрес. Пусть Аллах позволит нам пребывать с теми, кому будет дозволено лицезреть Фатиму, Хадиджу, Марьям, Асию. И пусть Аллах благословит и приветствует нашего любимого пророка, его семью и его сподвижников. Мы обращаемся к вам с просьбой не забывать в наших дуа всех, кто поддерживает работу канала Миссия Дава своим скромным вкладом или даже добрым словом в комментариях. Пусть Аллах приумножит ваши благие деяния и ваш удел в этом мире и в мире вечном. Аминь.